Уже занятие до 57-го, насколько я помню. И мы уже заканчиваем книгу, нам осталось совсем немного, чтобы полностью разобраться в путь Бога, зачем Бог создал мир и что в этом мире делать. И мы дошли, в тот раз мы изучали заповеди Крият Шма, чтение Шма-Истраэль, и что в самом этом Шма-Истраэль, Ашем-Элкен, Ашем-Эхат, есть огромная такая сила, которая идет, ну там вообще нереально. Потом есть благословенное имя славы царства воедевиков, это вообще еще. И дальше, вот сегодня мы продолжаем эту же тему, и он пишет, что, значит, есть дальше после этих двух предложений, да, Шма-Истраэль, Ашем-Элкен, Ашем-Эхат, и второе благословенное имя славы царства воедевиков, которые говорят шепотом, это, а только в Йом-Типур его говорят в полный голос. Потому что в Йом-Типур поднимаешься на такую высоту духовную, что как ангел становишься, а пока не Йом-Типур, значит, ну то есть надо понимать, что особо не надо кричать, мы это как бы не выполняем особо, что вот именно все он, и только о нем выполним. А дальше идут три отрывка. Три отрывка, и он пишет, что три отрывка этих в Шма-Истраэль, в чтении, первый, он, в нем заключена суть такая, принять на себя ярмо Малхут Шамаем, царство небес и любовь к Богу, да, там, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем душой твоей и всеми силами твоими. И будут слова эти на сердце твоем, ну и так далее. Теперь следующий отрывок, второй, он о том, что, о принятии на себя ярма заповедей. Он так звучит, что и будет, если вы будете слушать заповеди Бога, и будете любить всем сердцем и всей душой, то дам дожди на угар в срок, ну и так далее. То есть будет все хорошо. И третий отрывок, он говорит о исходе из Египта. Вот мы сейчас приближаемся к Песоху, осталось там где-то две недели, ну чуть больше двух недель. И, значит, Песох это центральное место, то есть исход из Египта это вообще центральное место в мировой истории, то есть в этот момент Бог вывел народ целый из рабства, дал Тору, ну то есть это было такое самое яркое событие, проявление Бога в этом мире со дня сотворения мира, такое знаковое, то есть эпохальное. И как раз в третьем отрывке Шма мы об этом упоминаем. Сейчас он дальше разъясняет, что главное в каждом отрывке. Он говорит, вот в первом отрывке, чтобы настроиться и усилиться в любви к Богу. То есть это очень самое главное. И перечисляется, где должна быть эта любовь к Богу. Написано, Значит, что имеется в виду? Что значит Боколи Вавха всем сердцем твоим? У человека есть, ну сердце на языке мудрецов, это подсознание. То есть раньше они, ну то есть, как написано, что подумал в сердце своем, почувствовал в сердце своем. Все это они называют сердце, это подсознание. То, что современное, называют психологией подсознание. И, значит, в сердце есть инстинктивные разные вещи, есть желание там, ну, кушать, пить, жениться, ну и так далее. И написано, что всем сердцем твоим, то есть нужно всеми помыслами быть направленным к Богу. Ну, теперь Бокольна Вшаха и всей душой твоей, то есть написано, что надо даже быть готовым умереть за Бога. Меня всегда это очень смущает, потому что, ну вот, я как бы представляю, ну вот, не дай Бог ситуация, когда надо было бы выбирать между жизнью верой в Бога. И очень, ну, у меня большие сомнения, что я бы выдержал. Ну, я как бы, может быть, там в тот момент во мне бы проснулись какие-то сверхсилы, и я знаю много случаев, когда целые там евреи их уничтожали, вырезали, из Испании выходили, например, в 1492 году в Испании, издали указ, значит, был король испанский. Вот только сейчас его в этом году отменили этот указ. Интересно, что сколько времени прошло? 500, получается, 530 лет. Его только сейчас отменили. Фамилии там. Значит, король издал такой указ. Притом, интересно, вот мы когда рассуждаем, король там, ну вот сейчас президент Путин, вот мы сейчас его поймем, не поймем. У него был главный министр, был Равдон Ицкак Абарбадель. То есть человек, который все ему сделал, там, финансовую систему страны, ну, то есть был сам его правая рука. Дон Ицкак Абарбадель. А, он очень известный комментатор. Он известный комментатор, да, он был премьер-министр, он был министр финансов. И, значит, ну этот царь его Фердинанд звали, он издает указ. Значит, так он говорит. А он был, по-своему, тоже верующий. То есть там была инквизиция у него, друзья. А инквизиция это был, там, Тарквимада, такой, но он пытал во имя религии тоже. У него был интересный подход. Вящий слой был. Да, да, у него был интересный подход, что там охота на ведьм. Ну, в общем, он вырезал, как бы, любил пытать. Тоже во имя любви к Богу. И он этому Фердинанду говорит. Послушай, ты недостаточно верующий. Ну, вот по нашим христианским обычаям, ты не очень верующий. А тут военные действия вокруг, там, Испания вокруг окружена врагами. Надо как-то заслужить от Бога, ну, чтобы он тебе дал удачу. В общем, они подумали, как, и он издает указ. Он говорит, значит, все евреи, которые живут в Испании, должны в течение месяца назначили им срок месяц. И еще интересно, что это все было месяц, потом на 9 авгу. Как-то так получалось тоже. Должны принять одно из трех решений. Или они должны принять христианство. Или они должны, мы их убьем, они могут остаться время, мы их убьем. Или третий вариант, уйти без вещей. То есть уйти можно было только без вещей. Прямо в Витипедии есть этот указ, статья, то есть все сохранилось. И Моа Барбанель выступает, говорит, послушайте, ну, что вы делаете? У вас там, ну, живет народ, платит налоги, занимается своими делами. Вас, мы вас полностью поддерживаем. Сколько денег даем в казну, все. Но как так можно? То есть где клюорализм, где толерантность, где все, мы что, кого-то трогали? Ну, все же нормально. Он говорит, нет, я решил, в общем. Как его Равдонинс, как и Барбанель не уговаривалось, целое письмо, которое он ему написал. Он говорит, ладно, ты можешь остаться. Он ему лично разрешил остаться и продолжать соблюдать. А остальные говорят, нет, я свой указ не изменю, то есть или уходить, или принять христианство, или убить. И интересно, Равдонинс, как и Барбанель, сказал, что я тоже ухожу. И вот собралось где-то, больше было 300 тысяч беженцев, которые только с детьми. Нельзя было с собой брать никакое имущество, только можно было брать детей. И они пешочком из Испании пошли, там, ну, можно посмотреть по карте, куда пошли. Ну, вот в тот момент евреи ушли из Испании. Это было как раз в тысяча четыре... Но тогда не было особого выбора или умереть, да, или умереть, или обывало ставили другие там, властители ставили вопрос еще больше ребром. Или там уйти в христианство, или в мусульманство, бывали случаи, да. Или же умереть. То есть, причем, ну, и вот в таких ситуациях, как бы написано, и в Шмаме декларируем два раза в день, что надо Бога возлюбить всей душой и быть готовым умереть. То есть, отдать свою жизнь физическую ради, но остаться притянутым, приближенным, прилепленным к Богу. Но, значит, есть, которые выдерживали. Есть даже в той же Испании, очень много людей сейчас проводили генетический анализ испанцев, оказалось, что 20% из них евреев. Потому что, по генетически, ДНК. Есть, что они приняли христианство, продолжали служить. Да, мораны они назывались. Есть специальные названия для них. Мораны, мораны. Вот, они сказали, что да, мы согласны, но потом тайно они соблюдали. Но было достаточно тяжело, потому что инквизиция за ними бегала. И если ловили, то убивали. А в инквизиции были как раз крещеные тоже евреи. Он был из семьи крещеных евреев. Прямо в Витипеде написано. Он был из семьи крещеных евреев. И он знал все нюансы. То есть, они как раз самые гонители на евреев всегда были евреи. То есть, это была очень такая интересная вещь. Ну, то есть, гонители на религию, гонители на веру еврейскую были в основном всегда евреи. Так вот, написано, что в Шмаме говорим всем сердцем твоим, всей душой твоей и всеми силами, всем имуществом твоим. То есть, те, кто ушли тогда из Испании, включая Абарбанеля, они оставили все имущество. А как в позитиве это делают? Есть люди, например, интересно, я слышал такую историю. В Израиле был один человек, банкир. Это была история лет 15-20 назад. Он был очень религиозный человек. И он входил в 10 самых богатых людей в Израиле. Он сотни тысяч долларов раздавал. Сам он был очень простой. Очень, ну, как бы в быту простой. То есть, он никак... Почти все деньги, что он зарабатывал, он раздавал на добрые дела. Он содержал ешивы. То есть, он полностью один там содержал почти все ешивы, которые были на то время. И что интересно, потом он участвовал в каких-то там рискованных операциях, а он живет по Торе. И иногда, когда ты действуешь по Торе правильно, но где-то это может разойтись с законом государства. В общем, его за какие-то финансовые там неправильные действия его арестовали, судили, обвинили. Он отсидел 5 лет в тюрьме после этого. Но в обвинительном заключении написали, что все деньги, которые там он может укрыл от налогов, что-то и так далее, они были все потрачены не на него. То есть, он ни копейки не взял себе. Он, ну, где-то там кому-то помогал, кому-то это. То есть, он помогал миру Торы, религии. То есть, он все деньги вкладывал в развитие Торы. Так, интересно, что когда его судили, ему вынесли обвинительный приговор. Он достал, у него там было, ну, вино. Это самое, ну, израильский суд, этот мягкий суд. Он сделал лыхаем, он говорит, я тебе служил в богатстве, теперь ты мне даешь такие испытания. Значит, я все равно тебя люблю и прославляю, и, значит, буду тебе служить тебе вот в таких условиях. 5 лет отсидел в тюрьме, до сих пор он живой, то есть, он сейчас небогатый. И он живой такой, он служит Богу в любом месте, в любых деньгах, ну, то есть, много денег, он служит Богу, мало денег, он служит Богу. То есть, он полностью выполняет всем своим имуществом. Возлюби Бога. Теперь, дальше, в первом же этом отрывке, там говорится дальше так, что возлюби Господа Бога своего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всеми силами твоими. И будут слова эти на сердце твоем, то есть, постоянно вот эти шмай и страиль, вспоминать о Боге, и будут слова эти на сердце твоем, и произноси их, сидя дома и находясь в дороге, ложась и вставая, и научи им сыновей своих. То есть, нужно не просто самому жить в этой системе, а передать эту систему своим сыновьям и на все поколения. Написано в Вашинантам Леванеха. И научи этим словам своих сыновей. И тут интересно, что вот Песах сам построен так, что пасхальный седр, ну вот это, Лейл седр, да, ночи, рассказывается об исходе из Египта. И так это рассказывается, специально все построено для того, чтобы дети запомнили, услышали. То есть, весь этот седр, он в основном посвящен тому, чтобы передать следующим поколениям. И, значит, вот это то, что мы говорим два раза в день, Шма, что и научи им сыновей твоих. И нужно, там мы говорим, что нужно исправить во всех качествах свое, ну, свое состояние. Написано так. Бышевтыха бэвэйсэка, то есть эти слова повторяй и помни про Бога, и когда ты сидишь в доме твоем. Увылыхтыха в адырах, и когда ты идешь в дороге своей. И дальше нужно исправить свой дом, потому что написано, и напиши на косяках двери дома твоего. Это мезуза. То есть, это как бы первый отрывок Шма, который говорит о том, что нужно вот эту вот любовь к Богу и преданность распространить вначале на себя и на свою семью. Потом, значит, следующий отрывок идет о том, как принят на себя ярмо митсво. То есть, есть люди, которые говорят, я верю в Бога. То есть, я знаю от этих людей, очень достаточное количество. Я верю в Бога. Они приходят в Йом-Типур, в синагогу, постятся один день в году. В Израиле где-то 90% постится. То есть, вообще, вот интересно, Йом-Типур даже самые нерелигиозные, но они как вот, это их связь с Богом. Да, Йом-Типур один день в году, день прощения, как-то они, ну, вот, хотят участвовать. Да, они не хотят с Богом ссориться. То есть, они верят, что есть Бог. Но дальше этого дело не идет, потому что они говорят так. Ну, то есть, я в Бога верю, но чтобы Бог сказал, что что-то я должен делать, ну, не может быть, реально. То есть, ну, с какой радостью. Чтобы Бог, я его так люблю, значит, а он мне что-то запрещает? Не, нереально. Ну, то есть, как бы, а вот же Тора, не-не-не, оставьте там. Это люди выдумали. Да как же не выдумали? Не-не-не, оставьте, что вы будете мне рассказывать. А вот я в газете читал, я помню, с одним разговаривал, и он говорит, такой радостный, мне говорит, а ты знаешь, говорит, ученые-то доказали, откуда ман взялся. Это, говорит, сейчас ученые доказали, что ветер 40 лет носил там зерна, ну, в общем, что это зерно приносило ветра. Я говорю, слушай, ну тебе легче поверить в чушь такую, чем то, что Бог давал ман. А что, ну-ка, то есть, поверить, что Бог в чем-то ограничивает, люди не хотят. И вот второй отрывок в Шма, он как раз говорит о том, что и будет. Если вы будете слушаться заповеди, то, значит, тогда идет перечисление. Если не будете слушать заповеди, тогда будут неприятности, перечислены неприятности. Чтобы человек помнил, что одна вера в Бога, это уже много, то есть, это очень много, это уже само по себе заповедь. Когда ты цепляешься, ну, как бы, ты веришь в Бога, ты с Ним в взаимоотношениях, ты уже начинаешь молиться, благодарить, это очень много. Но потом, когда ты с Ним уже вступил во взаимоотношения, дальше есть система. И знаешь ты об этой системе, не знаешь, все равно ты начинаешь уже подпадать под влияние этой системы. И начинаются неприятности. То есть, есть интересно, я наблюдал, вот как люди приходят к вере в Бога, очень распространенная ситуация, когда начинаешь верить. И потом начинается тут неприятность. Ты, как бы, понимаешь, ну, когда у человека неприятность, задумываешься, почему. Задумываешься, и тут, бах, приходит какой-то ответ, каким-то, ну, что ты что-то нарушил. Начинаешь этого бояться. Потом там второй раз неприятность. У меня у родного брата было, он сейчас религиозный, все соблюдает. У него было так. Вначале он уже верил в Бога, и как-то в субботу у него такое вот классное настроение, суббота, день отдыха, и он побежал. Вот от радости побежал. Он приехал куда-то там в парк на машине и побежал от радости. Бах, у него ахилла оторвалась. Оторвалась ахилла, два месяца там в гипсе, зашили, это самое ахилловое сухожилие, очень больно. Но он думает, может, и не надо было бегать. А он же знает уже, что религиозные люди в субботу, ну, они не ездят, не бегают. Проходит еще какое-то время, у него в субботу сгорает офис. Именно в субботу возгорание, сгорает офис, там, пожар, все такое. Он уже начинает сопоставлять. Потом еще было там еще больше несчастья, неприятность. И в итоге человек, когда он уже с Богом вступает в коммуникацию, то он начинает чувствовать, что есть заповеди, есть, сделал дело, получил, свет, радость. То есть любая же заповедь мы учили, она дает, ну, внутри ощущение, что бах, ну, такой свет именно, да, приятно. А делаешь преступление, все равно где-то начинаешь уже чувствовать это. И вот такой путь очень многих людей к Тории, что они через вот такие неприятности приходят к, ну, к соблюдению заповедей. И здесь как раз во втором отрыве Тишма об этом четко рассказывается. Будешь соблюдать, будет так. Не будешь соблюдать, вплоть до того, что исчезнешь с этой земли, которую Бог тебе дает, и так далее. А если будешь соблюдать, то, значит, то тогда очень будет много хорошего. Давайте я сейчас даже расскажу, что хорошего будет, хотите? Второй отрывок Тишма. А есть тут Сидур? Нет, там, ну, у меня есть, у меня тоже есть. Да нет, я сейчас расскажу вам, мне прямо. Будешь есть, ты, десу, тогда я... Да. На Узар, Тишма, Дожди, Зиме, Стоп. Сейчас. И так далее. Вот Шмай, Страэль, сейчас мы... Крят Шмай, Чтение Шмай. Значит, вот второй отрывок, о чем он говорит. Значит, второй отрывок так звучит. И будет. Если ты будешь слушать мои заповеди, это Бог говорит. Если ты будешь слушать мои заповеди, то так, которые я заповедую тебе сегодня, то есть это когда он даровал Тору, он как раз это заповедовал. Любить Господа Бога твоего и служить Ему всем сердцем твоим, всей душой твоей. Про все силы не говорится. То есть Бог понимает, что всем имуществом тяжело. То есть он не дает невыполнимых заданий. Но как бы всем сердцем твоим и всей душой твоей. Он говорит, не переживай. Вот про имущество тогда не переживай. То есть что человека останавливает от того, чтобы служить Богу? Он говорит, ну секундочку, а кто меня будет обеспечивать? Если я сейчас буду служить Богу, то один день я возьму, думает человек. Ну абсолютно как бы логично. И Бог ему говорит, не переживай. Если ты будешь мне служить всем сердцем, всей душой твоей, тогда дам я дождь на землю в срок. То есть тебе будет платить срок. То есть дождь это как-то. Будут платить в срок. Потому что бывает, человек работает-работает, а как доходит до оплаты, он много работал, а ему не заплатили. Бывает же такое. Часто бывает. А Бог говорит, все контракты будут оплачены в срок. Ну то есть дождь будет идти в срок. Юрея Малкош. Есть разные виды дождя, и ранний, и поздний дождь. И соберешь ты свой хлеб, и вино, виноград, и оливковое масло. И дам я траву на поляна для скотины твоей. И будешь ты кушать и насыщаться. То есть мало того, что ты будешь, ну у тебя будет что кушать, но ты еще будешь насыщаться. Здесь есть тоже очень важное благословение. Есть очень много людей, которые зарабатывают и не насыщаются. То есть они зарабатывают, они кушают, и им все время мало. У них нет от того, что они зарабатывают, нет радости. И в принципе богатство человека нам кто раз сообщает. Оно зависит, написано, кто богатый. А самое бахилко. Богатый тот, кто счастлив к своему делу. Ему достаточно, он радостный. А тот, кому не хватает, он бедный по определению. То есть и неважно, сколько человеку не хватает. Кому-то не хватает миллиард долларов, и он прям чувствует себя несчастным. Кому-то не хватает 100 тысяч долларов. Он приезжает на машине на Мерседесе, и тут рядом останавливается Бентли, его собутыльника. И он, этот, который из Бентли выходит, говорит, ну когда ты уже свою консервную банку поменяешь. И он такой, блин, все, я нищий, я бедный. То есть ему не хватает. И бог говорит, что если ты будешь идти по моему пути, вот именно как служить мне всем сердцем и всей душой, ты будешь кушать и будешь насыщаться. То есть ты поймешь, ну у тебя будет, ты будешь находиться в другой реальности. Не то, что ты будешь миллиардером, да. Он это здесь не обещает. Он говорит, тебе будет достаточно, тебе будет хватать, и ты будешь кушать и насыщаться. Но, предупреждает он, и Шамрулахэм, предупреждаю вас, он говорит, чтобы не свернули ваши сердца и не стали вы служить другим богам. Другим богам, Иллиим Ахирим, это другим силам дословно, да, переводится. Другим богам. Вы Штахависам даем и поклоняться им. Потому что если вы так будете делать, что значит служить другим богам и поклоняться им? То есть здесь речь идет не обязательно о религиозном поклонении. Это может быть человек, например, он очень ударился в политику, да, он верит, что когда победит там социальная справедливость, партия какая-нибудь, да, вот тогда наступит свет и братство. Это как были вот коммунисты, например, да, они были не религиозные люди, но они верили, тоже они поклонялись другим богам, другим силам. То есть они верили в рабочий класс. Пролетарии всех стран соединяйтесь. И вот они соединятся, здесь мир насилием и разрушен до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был не тем, тот станет всем. То есть это, они верили, что кто был не тем, тот станет всем. То есть у них была очень такая глубокая вера в другие силы. Так Бог говорит, если вы, говорит, будете поклоняться другим богам, вы хара аф ашем бахем, и разгневается Бог на вас. Прям явно, открыто разгневается. Вы ацар и ташемаем, и он закроет небеса. То есть с неба не будет идти на вас благословение. И вы, говорит, исчезнете. Прямо вот он обещал это в Шма-Исраэль, в Торе. И из поколения в поколение это повторяли, что вы исчезнете вскоре с той хорошей земли, которую Бог дает вам. То есть из земли Израиля. Он много лет предупреждал евреев. Каждый должен был это знать. Читая Шма-Исраэль, что из Израиля они исчезнут, исчезнут. И храма не будет, и исчезнут. И так и получилось. Значит, исчезнете вы вскоре с той земли, которую Бог дает вам. И он говорит, вы сам тем из двора, и вы эти слова положите, говорит, на свои сердца и на свои души. То есть вы как бы прочувствуете это, это факт. И привяжите их как знак на руку вашу. То есть он говорит, это о Тфилине речь идет. Есть митцва, появляющая заповедь, одевать Тфилин на руку. Когда одеваешь Тфилин, то идет прям свет через этот Тфилин. Это как антенна такая, очищая тело. И говорит, повяжите их как знак на руку вашу. И будут они, Летотофот Бененехем, и будут они как украшение, этот Тфилин головной, между вашими глазами. И научите этим словам своих сыновей, чтобы они их тоже повторяли. Когда повторяли? И сидя дома, и находясь в пути, и ложась, и вставая, и напишите их на косяках двери дома своего, и на воротах своих. А для чего? А для чего? Значит, для чего это нужно сделать? Для чего это нужно сделать? Как раз, для того, чтобы умножились дни сыновей ваших на земле, которую Бог, клятвенно, обещал отцам вашим. Дать им, как дни, что Бог поклялся дать эту землю, как дни, как дни. Сыночек, я тебе перезвоню. Мой сын звонит в этот момент из Израиля. Видите, прямо написано. Эли-шама Израиль. Бог услышал. Эли-шама имя переводится. Бог услышал Израиль. Сыночек, я тебе перезвоню на 40, сейчас. Сыночек, я тебе перезвоню на 40, сейчас. И прямо как раз он позвонил, как на вот это вот окончание. Для того, чтобы умножились дни ваши и дни сыновей ваших на земле, которую Бог поклялся отцам вашим, дать им, как дни неба над землей. Интересно, что когда Барак Обама, он выступал, вот это у него была речь, в Израиле он выступал, и он говорит, прямо отсюда он сказал, он говорит, вы поймите, то есть, что вот как есть небо, как земля, так есть Израиль. И что Бог дал Израиль еврейскому народу. Израильский президент этого не говорит. Это не говорит Пэрес, это не говорит Нетания, то есть все современные эти политики израильские, они не говорят, что Бог нам дал эту землю, они не говорят, что есть у нас на нее основание. История, то есть весь мир, он клянется по Торе, да, христианский мир, и они клянутся, вот у них Библия, они на ней клянутся. А там написаны эти слова, это же слова из Библии, что Бог поклялся дать эту землю еврейскому народу. Так Барак Обама об этом говорит, а Нетания у Израильского премьер-министра об этом не говорит. Вот удивительная вещь, да, такая. То есть если бы евреи, которые, ну вот стоят, они бы сказали, ну о чем речь идет? Верите в Бога? Мир верит в Бога. Что написано в Библии и в Торе? Написано, что Бог дал евреям эту землю. Какие вопросы? Но рассказывает, что когда-то, я не знаю, насколько эта история правда, рассказывает, что один из руководителей Израиля, первый, Бен-Гурион, он попробовал воспользоваться этим доводом. И он, Бен-Гурион, на одном из заседаний, там, он, он поднял Библию, там лежала как раз Библия, ну то есть это в любой гостинице она лежит, в любом. Христианский мир в Америке на здании ООН написаны слова из пророка Израиля, пророка Израиля. То есть мир верит, три четверти Библии, это Тора, да, книги Торы. И он, Бен-Гурион, говорит, вот наше право на эту землю, вот оно, прям Библию вот так трясет. И к нему встает один араб, арабский какой-то представитель, грамотный такой человек. И он говорит, там написано, на каких условиях вам дали эту землю. Там написано, вы условия не соблюдаете. Нельзя, говорит, размахивать одним листиком, вырванным из Танаха. То есть вы размахиваете листика, на котором написано, что Бог вам дал эту землю. Он дал на условиях, что вы будете служить Богу. И Бен-Гурион понял, что довод этот он не может использовать, да, потому что правительство Израиля изначально, ну, получилось так, что захватили власть люди нерелигиозные. И изначально, ну, то есть правительство, это были люди нерелигиозные все. Они были самоотверженные, они были смелые, но они были нерелигиозные. То есть, и поэтому он перестал пользоваться этим доводом. Такая вот есть история. Теперь третий, третий отрывок Шмай-Истраэль. Третий отрывок Шмай-Истраэль, он говорит о том, что, он говорит о исходе из Египта. Он говорит о исходе из Египта и сказал Бог Моше, говоря, скажи сынам Израиля и скажи им, прям передай им. То есть Моше Раббену это был как передача, то есть он от Бога принимал, он был как род Бога, можно сказать, да, то есть Бог через него говорил. И Бог ему говорит, скажи им, чтобы они делали себе цицит на углах одеждах их, на все поколениях. То есть вот цицит, вот эта штука называется цицит. Он показывает, вот этот цицит. Прямо почему? Потому что Бог сказал Моше, видите, доказательство, что это все работает. То есть он сказал Моше Раббену три с половиной тысячи лет назад. И он говорит, скажи, чтобы делали. Вот я делаю. Значит, Моше Раббену все передал. И оно как бы идет, то есть все работает. И он ему говорит, скажи, чтобы делали цицит эти на краях своей одежды, на все поколения. И чтобы они вставляли в тисцит голубую нить. Вот у меня нет голубой нити. Почему у меня нет голубой нити? По голубой нити вопрос. Евреи очень хотят точно, скрупулезно соблюдать то, что Бог сказал делать. И когда жили в Израиле, до разрушения храма, делали эту голубую нить из специальной краски. Был моллюск, такой моллюск, которого ловили. И этот моллюск, у него была популяция, раз в 70 лет он выходил там близко к берегу. И из этого моллюска делали эту синюю краску, цвет хелет. Что это за цвет, тоже есть вопросы. Он голубой, но какого-то особого оттенка. Теперь сейчас есть раввины, которые говорят, что мы нашли этот голубой цвет. То есть мы знаем этого моллюска. Но другие раввины говорят, нет, там было еще что-то, кроме этого моллюска. И они говорят, что раз мы потеряли, когда евреи ушли из Израиля, после разрушения храма, были в изгнании. И ни в Испании, ни в России, ни в Украине, нигде не было этого моллюска. И утеряли конкретный рецепт. Теперь есть такой раввин, очень известный, кстати, он русскоязычный. Он ученый бывший, и он провел раскопки. Он нашел эти фабрики старинные, которые там тысячи лет. Нашел остатки, сделал биохимический анализ. Раф Таубер, по-моему, его зовут. Сделал биохимический анализ, нашел все эти рецепты. Вылавливает этих моллюсков. То есть делает все как точно. Но самые выдающиеся раввины. Я, кстати, какое-то время ходил с этой нитью. Но потом меня, что какой-то довод убедил ее снять, что там мой учитель Равицких Зильберда, Захрана Цедихли Враха, и там Рава, Ильяши, все самые такие большие носители Торы, они ходят без этой голубой нити. И мне сказали, послушай, они что, меньше верующие, чем ты? То есть они реально, они меньше знают Тору, чем ты. То есть они сказали, что так, когда ты ходишь, ты точно выполняешь заповедь. Если ты с синей нитью ходишь, если это не та нить, возникает проблема. Если это та нить, то... Ну, в общем, как-то такие самые авторитетные носители Торы, они ходят без этой нити, и поэтому так получилось, что большинство на сегодняшний день ходит не с синей нитью. Меньшинство ходит с синей нитью, и, значит, ну, они полагаются на то, что нашли. А до... ну, еще минут 20. Ну, то есть, есть вот по этому Тхелету зеленый и голубой. Араф Табр вот этот, он доказал или... Но его доказательства не подсчитали, ну, такие самые авторитетные районы не подсчитали окончательно доказанными. То есть... Ну, в общем, да. Но есть, которые носят. Абресловские хасиды носят. Те, кто... Ну, то есть есть, которые... Еще был один рэбэк, который тоже нашел. Еще Доров Таубера секрет. То есть есть, которые носят, есть, которые не носят. Я одно время носил. Сейчас не ношу. Иногда ношу. Я стараюсь по всем мнениям выйти, чтобы... На всякий случай. Иногда надо одевать, я считаю. Так можно одеть, по дому походить, и все. То есть, если правильно, так засчитаем. Ну, написано, и поставите в эту кисть цицит одну нить голубого цвета. Тхелета этого. Тхелет, кстати, этот корень, он... Цвет это голубой. Да, то есть, это как небо. Чтобы эта нить должна напоминать про небо. А еще Тхелет это тахлит. Это цель. То есть, чтобы все время... Вся вот эта вот... Ну, все эти вещи, они имеют такие еще... Ну, знаковые, символические значения. В общем, зачем объясняется? Зачем? И будет она у вас в циците. И когда вы будете ее видеть, эту нить, вы будете вспоминать все заповеди Бога, и будете их делать. То есть, цицит это одна из заповедей Бога, которая висит на одежде. Одежда это внешняя в человеке. И когда на мне цицит, это как форма военная. Или я вижу кого-то в цицит, я тут же вспоминаю. Я вот, я по себе знаю. Идешь, например, в цицит, уже не зайдешь в некошерный ресторан, уже не зайдешь там в типе, ну, куда-нибудь в арите, например. Ну, то есть, уже не зайдешь в какой-нибудь, да? Почему? Потому что как? Ты же религиозный человек, уже на тебя внешний вид обязывает. Снимаешь, например, цицит, ну, ты нормально, там, полугорода ходит, все ходят в некошерный ресторан. В принципе, ну, все, я имею в виду, те, кто не должен соблюдать заповеди. То есть, и ты думаешь, ну, что, зайду, посижу, кофе попью и так далее. То есть, цицит, оно заставляет вспоминать все заповеди Бога. Это такая знаковая штука на одежде, как военная форма. И, значит, в лото, туру, ахарели, вавкема, ахарели, нахема. И тут объясняется нам каждый день, два раза в день, идет такое напоминание, что вы не будете, когда на вас будет цицит, это вы не будете блуждать влеком и сердцем и глазами. Вы не будете блуждать влеком и сердцем и глазами. То есть, как живет обычный человек? Его подсознание, оно, это компьютер. Теперь он что-то увидел, глаза его пошли, оп, он захотел. Глаза видят, сердце хочет, руки-ноди делают. И когда ты весь сосредоточен, только смотришь на цицит, то ты не блуждаешь влеком и сердцем и глазами. То есть, ты не находишься в потоке, особенно сейчас, когда за тобой постоянно охотятся маркетологи, да, то есть, вообще, Джек, какой Вольфстин. Сразу это алкоголь, да, какой-то рекомендуют. Ну, Джек Дэниелс, наверное, с этим Джеком договорились, нет? А кто? Спортивная одежда. Спортивная одежда. Экстремальная спортивная одежда. То есть, ну, не знаю, они точно в стране Джек Дэниелсом договорились. Но охотятся, маркетологи охотятся. Да, маркетологи везде, они, то есть, как раз они за этими глазами охотятся, чтобы зацепить. Человек глаза видит, сердце хочет, рутиноди делает. То есть, все идет очень, очень четко. Так нас предупредили, одень тиск и цицит, чтобы смотри на них и вспоминай все заповеди Бога, и не будете блуждать влеком и сердцем и глазами. Ашератем Зонима Харейхом. Что вы за ними идете к разврату. То есть, куда бы человек ни смотрел, в итоге все равно он приходит к разврату. То есть, заповедь цицит, это для мужчин. Женщина не должна ходить цицит. И у женщин, ну, какая-то другая структура мышления. Но мужчин, куда бы он ни смотрел, там экстремальный спорт обязательно должна рекламировать блондинка. То есть, это, ну, понятно, как бы очевидно, что... А зачем еще вообще экстремальный спорт? Да? Если это Джек Дэниелс, то там обязательно должна быть тоже блондинка, не брюнетка. Да, то есть, это... Как бы, куда бы ты ни посмотришь, в итоге все равно мартитологи тебя переведут к женской ноге. Все равно без женской ноги никакая реклама не обойдется. И Тора нас предупреждает, нельзя на это все смотреть. А зачем все это? Для того, чтобы вы вспомнили и делали все заповеди мои, и были вы святы, посвящены Богу Всесильному вашему. А не Я Бог Всесильный ваш, который вывел вас из земли Египетской, чтобы быть вам Богом. Я Бог Всесильный ваш. То есть, вот три раза в день, это третий отрывок шмат. Когда его произносишь обдуманно три раза в день, то настраиваешься на правильную волну. То есть, это как бы народ Израиля, военно обязанный народ, который обязан служить Богу и этот мир привести к исправлению. И если бы этим занимались, вот тот же, например, я помню, с одним таким олигархом разговаривал, и ему говорю, послушайте, я говорю, вы столько сделали в жизни таких вот бизнесов, ну вообще так, ну реально, ну он очень много, человек, который влияет на мир. Я вам говорю, если бы вы, говорю, реально начали бы всю свою силу, мышление, там, менеджмента, деньги, которые у вас сейчас есть, направили на то, чтобы мир привести к Богу. Вот именно мир привести к Богу. И не только вы, а еще десять этих же олигархов, как вы, там. Вы просто можете, ну со всеми договориться, а он сидит такой, но он бесцицидит, но в Бога верит. В Бога верит, все равно старается что-то соблюдать. И он говорит, возникает сразу несколько вопросов. Первый вопрос возникает, кто главный? Кто главный? Ну то есть, как бы, ну есть там президент еврейского конгресса, еще, то есть, если, ну, я же не могу быть не главным. А в деле приближения к Богу, как только он туда заходит, а он там никто, он дилетант. То есть, он реально не знает вообще ничего, чтобы, ну, приближать к Богу, это надо знать заповеди, их надо соблюдать, это надо вообще понимать, что Бог хочет, там, целая система. И он туда заходит, а он в ней ноль. Он говорит, я не могу, я хочу быть только главным. То есть, я... Второе говорит, кто на финансовых потоках? Вот два главных вопроса. Кто на финансовом потоке? Ну, потому что, если я, говорит, даю деньги, я тоже должен их контролировать, потому что, куда они уйдут, непонятно. И кто главный? В общем, он подумал, говорит, нет, я там, ну, даю какую-то сумму на хорошие добрые дела, значит, меня это устраивает, а я лучше буду дальше зарабатывать. Все. Вот такой вот был разговор с олигархом. Хорошо. Значит, а... АО, я же не назвал его. И вряд ли он смотрит. То есть, ну, и я ничего плохого не сказал про него. Это фактическая, фактическая ситуация большинства еврейских олигархов, которые, в принципе, дают деньги на что-то хорошее, но сами этим хорошим заниматься не хотят, нет времени, потому что есть куча более важных дел для них, как купить футбольную команду, как она сыграет, то есть это же важно, ну, там, купить в команду, и, и, значит, как она сыграет. Очень много надо вложить времени, чтобы она выиграла в чемпионате, там, не знаю, в Румынии 2013 года. Кто вспомнит уже в 2014 году об этом, непонятно, зачем оно надо, но они вот рубятся с, там, ну, я не Румыния, там, Украина, Россия, Англия, неважно, вот они рубятся, значит, кто, кто круче, сильнее, мощнее, ну, как польза. Там, уходит, например, на футбольную команду, возьмем Абрамович, еврей, он, если бы он посадил, купил не футбольную команду, сколько он тратит на этот Челси в год? Ну, 500 миллионов долларов, наверное. Ну, только Мауриния получает зарплату, отчетов, 20 миллионов долларов в год, плюс футболисты. Ну, 500 миллионов тратит. Челси зарабатывает неплохо, я думаю, что там где-нибудь в районе от 50 до 100. Дефицит от 50 до 100 миллионов. Хорошо, 100 миллионов, он берет 10 равинов, их одевает, в костюмы Бриони. Он их, значит, и начинает транслировать их выступления, то есть, начинает как-то их продвигать, делает команду равинов, готовит их, готовит их, там, ораторское мастерство, искусство влияния, и равиновны начинают говорить, отдумайтесь, ну, то есть, объясняют, как вот дважды два, понятно, что надо служить Богу. Ему это обошлось бы не в 100 миллионов, а в 20 миллионов. За 20 миллионов он бы сделал такую серьезную команду равинов, которые смогли бы, там, 2000 человек, допустим, убедить, или 20 тысяч. Он просто не считает это нужным. Он не считает, вот это главное. 20 коричнев, для него это... Вообще. Если говорить о том. Но он, он, к сожалению, это не делает. Хотя, конечно, было бы это важно и интересно, потому что, когда он придет после смерти и спросит его, что ты хорошего в жизни сделал? Он скажет, Челси поднял. Ему скажут, и что? И что? Что хорошего? Для Бога ты сделал, для мира ты сделал. Ну, Челси ты поднял. Ну, и что? Это есть анекдот, когда такой вот олигарх, он измер, и его там посмотрели, все, что он за жизнь хорошего сделал, ну, заповеди, служение Богу, молитвы, ему говорят, все, вас в ад. Он говорит, как в ад? Секундочку, почему? Меня в ад не может быть, говорит. Проверьте. Я же давал вздаку. Значит, выходят, вздаку давал деньги на благотворительность. Выходят, они говорят, да, действительно, вы давали деньги, все правильно. Но, говорит, деньги мы вам сейчас вернем. Ваши деньги мы вам возвращаем, а вы, значит, все равно в ад. То есть, ну, я не знаю, я не на небе. Это шутка. В каждой шутке есть доля шутки. Но, есть факты, что самое главное, вот мы сейчас учим, самое главное, это учи Тору. То есть, это человек может сделать только сам, сформировать свое. Мне сегодня сын, мне не сын, это было, ну, один из, на шаббат, знакомый один, он спрашивал, он говорит, а вот как происходит воскрешение из мертвых? Вот кто воскрешает вообще? Кто воскресает? Потому что говорят, что душа приходит несколько раз, дел гури. Кто воскреснет? Значит, воскресает, воскресает личность. Что такое личность? Вот живет человек, он о себе что-то знает. То есть, каждый человек о себе что-то знает. И то, что человек о себе знает, вот как он себя воспринимает, это является им. То есть, человек знает себя, он говорит, я, меня зовут так, я чувствую свое тело, и он чувствует свое тело. И бывает, что у него руки нет, а он чувствует, что рука есть. То есть, в его как бы виртуальном теле рука есть. Знаете, из-за фантомной боли, там, ну и так далее. То есть, у человека может не быть рук, а он себя чувствует, у него есть руки. Значит, есть у человека виртуальный образ себя, и в этом виртуальном образе он складывается, как, ну, голограммы не знаю, как складываются, как в компьютере, то есть, из кусочков. Я знаю себя, я харьковчан, Я родился в Харькове. То есть у него есть кусок воспоминаний из детства. Ну, например, да. Теперь я знаю, что я жена, например. Он знает, я знаю, что моя жена, и у него есть какой-то внутри виртуальный образ своей жены. Причем виртуальный образ жены о себе и виртуальный образ его, как он жену видит, они не совпадают. Это разные люди. То есть у него есть восприятие жены, восприятие людей. Ну, у каждого есть свой какой-то мир окружающих людей, который мы воспринимаем. Мы уверены, что они такие. А каждый человек на самом деле он другой. Он какой он? Таким, как он себя воспринимает. Так вот, вот эта вот виртуальная реальность, она или воскреснет, или не воскреснет. У кого она воскреснет? Тот, кто ее привязал к Богу, тот, кто молился, делал заповеди, благословлял, соблюдал праздники, одевал тфелин и так далее. То есть говорят, что каждая в Шмае-Страэль 248 слов. У человека есть 248 органов. Ну, в теле, как бы, по Торе, таких главных органов есть 248. Есть 248 повелевающих заповедей. То есть каждая заповедь, она связана с каким-то органом. Каждое слово связано с органом. И делая вот эти вот заповеди, как бы делаются, ну, на языке древнем, это называется одежда для души. То есть ты, как бы, одеваешь этот, душа это луч, вот этот божественный. Ты делаешь личность, это твой интеллект, это твое самоопределение, самоосознание. И заповедями ты добавляешь к своему самоосознанию одежды для души. И потом, если ты делал много заповедей, когда тело умирает, то в духовном мире, там, где живет душа, остается вот эта виртуальная личность, которая держится на чем? На вот этом вот теле, построенном заповедями. А если и заповеди нету, то тогда, тогда он только верил в Бога. Такая, как голова профессора Довля. То есть голова, ему говорят, слушай, ну ты как бы, голова зацепилась, а тела этого у тебя нету, ты же ничего не делал, ни одной заповеди. Давай-ка второй раз за телом. Ну, где-то вот так примерно происходит. Вот. Теперь и дальше. Дальше объясняет он так. Потом говорится про исход из Едипта. Вот в конце, я Бог, который вывел вас из Едипта. И он объясняет, почему. Он объясняет, что после того, как был грех первого человека, Адам решено, что он отвернулся от Бога, человечество начало портиться, резко портиться. То есть он ушел от Бога, было даны огромные возможности. Вначале Бог создал человека, который воспринимал божественную реальность намного более. Вот мы сейчас о ней узнаем, как-то, ой, интересно. А тогда все было намного более, ну, прямо и по-простому. То есть был человек, как отражение Бога. Мир еще был такой очень пластичный. То есть сейчас мы весь мир перестроили, домов понаставили, там, электричество. То есть мы его усложнили. А раньше был мир простой. И первый человек, он прямо с Богом был, ну, вот, как на, ну, вот, на прямом контакте. Но он говорит Богу, я, значит, попробую сам, без тебя. И у него были огромные возможности. И он начал, первый человек, там, дальше от него его потомки, они начали заниматься, ну, там, всякие генетические эксперименты. Ну, то есть они, этот мир пластилиновый, они его испортили. То есть они его перепрограммировали. И Бог говорит, стоп. То есть это, как бы, вообще начинается не та история. И потом это было стирание той программы, которую уже люди настроили. И он оставляет одного, который соглашался опять служить Богу. Это был Ноах. Он его оставил одного, то есть готов идти по программе, зачем я мир создавал. Готов. Все, значит. Все стирается, выходит Ноах, и начинается новый этап. И вот он говорит, что было зло, оно все усиливалось, усиливалось, усиливалось. И так было до Авраама. И Авраама Вину, он как раз уже в поколении после потопа, Авраам, он выбрал, опять выбрал, что я полностью себя посвящаю служению Богу, прям вообще только Бог и так далее. И вот он выбрал. Бог говорит, все, это последняя попытка. Я, значит, ты и твое потомство, я с вами заключаю договор, что теперь вот вы уже, но я, как бы, все, это последняя попытка. Значит, все, Авраам согласился, его там испытывали, 10 испытаний, потомство Авраам, Ицкак, Яков. Но дальше он пишет, что у них не хватало качеств, которые позволили бы им вынести, ну вот, пронести вот это служение Богу и в нем выстоять. И они оказались в Египте для того, чтобы их в Египте, уже это как, когда делают чистый какой-то металл, его закаляют, его там закаляют, красная, потом его в воду, потом опять красная, опять воду там очищают от примесей, то есть его ставят в жесточайшие условия для того, чтобы очистить, чтобы осталось самое чистое. И вот, значит, в Египте их уже присынули по-настоящему, по-настоящему их присынули, то есть вывели оттуда все, все плохое, слабое, то, что было. И стали они там рабами, чтобы не было уже никаких вариантов сказать, что мы хотим что-то другое. То есть они были, ну, совершенно в ужасных условиях, и Бог говорит, все, готовы служить? Все готовы. Пророки, значит, 10 казней, там, видели? Видели. Море раступилось, видели? Видели. Пророки, хотите увидеть, как все работает, вот то, что мы сейчас изучаем? Пожалуйста. И они все поднялись на ступень пророчества. Написано, последняя служанка видела больше, чем следующий пророк был, Ехестель, который описал Масей Меркова, как там устроено все, ну, все самые высшие системы управления. Увидели все, просто реально, как бы они были на состоянии такого пророчества, увидели, как вся система работает, потом бах, готовы получать Тору, готовы. Все, значит. Потом Машер Абейн ушел получать Тору, и они сделали золотого дельца. То есть, ну, а это было на их уровне, это был грех. То есть они говорят, ну, мы все-таки не понимаем, что мы должны отказаться, то есть сама задача была такая, что вы в этом мире, но вы должны от этого мира отказаться и служить только Богу. А они говорят, ну, оставьте нам что-то хотя бы из этого мира. Золотой дельцей это был символ материальности. То есть это был на тот момент символ материальности. Они говорят, мы не против служить Богу, но мы хотим это делать таким более, ну, упрощенным путем, материальным. Ну, нам все здесь нравится. И на их уровне это был большой грех. Значит, потом они, опять же, второй раз они сказали, что мы не зайдем в землю Израиля. Это уже было другого уровня грех, когда они, пустыня у них прям все было видно. Они говорят, ну, тут ладно, мы уже поняли, ман, там все. То есть мы хотим с Богом, но в пустыне. Мы не хотим никаких сложностей. Опять они отказались идти в землю Израиля. Тогда Бог сказал, все, говорит, у вас есть рабские вот эти вот замашки, значит, 40 лет вы живете в пустыне, чтобы умерло то поколение, которое было рабами, чтобы вы все стали уже такой спецназ. Вот 40 лет вы живете в состоянии постоянного чуда. Каждый день падает ман. Вот вам Машей Рабейну, вот Аарон, вот 70 старейшин, на которых есть пророчества. То есть постоянно такой вот, ну, Wi-Fi их прет. Ну, вот все они понимают, что есть Бог, есть вся эта система. Готовы? Заходите, значит. Заходят они в Израиль, и первое же их столкновение с реальным миром заканчивается тем, что им нужно было в земле Израиля создать себе условия для чистого служения Богу. Но там жили народы, которые язычники были. Им сказали этим народам, или надо уйти. Три варианта, да, кстати, интересно. Или надо уйти, или надо принять на себя семь заповедей сыновей Ноаха, то есть служить Богу не на такой жесткой основе, но там семь заповедей, которые верят в Бога, делать справедливый суд, не делать разврата, не убивать, не красить. Ну, такие простые заповеди общечеловеческие. То есть, или вы принимаете семь заповедей сыновей Ноха и тут живете, или вы, значит, уходите и живете, как вы хотите, но не в земле Израиля. Или, значит, мы вас вынуждены будем убить, война. То есть, мы предлагаем мир, но третий вариант или война. И, значит, был народ, который ушел, были народы, которые сказали, хорошо, мы будем соблюдать, а были, которые сказали, мы соблюдать не будем, но мы готовы вам платить дань. Оставьте нас, чтобы мы соблюдали, продолжали свои язычные обряды. Мы живем себе в этих городах, платим вам хорошие деньги, то есть, воевать мы с вами не можем. То есть, после Иерихов все увидели, что, но они зашли там, это как вот с атомным оружием, грубо говоря. То есть, они заходят и все понимают, тут стены перед ними падают, ну, то есть, это было нереально с ними воевать. Они говорят, мы вам будем платить, и они согласились. Но когда они приходили за плату получать, ну, налог это, да, давайте посидим, давайте, вина выпьем, выпьем. Выпил вина, и уже сразу сияние так подугасло, да. Потом, о, там у вас девушка красивая, хочешь, бери, значит, девушке, у нас свободная любовь, там, ну, какая разница, бери. И, значит, пошло-поехало, и они очень быстро опустились на уровень, опять же, вот этих языческих народов. Ну, и дальше вся история рассказана в Танахе, и она продолжается постоянно из поколения в поколение. Хорошо, значит, вот такое у нас. И сейчас мы тогда, это у нас была Тора-свет, то есть, Тора дает свет, чтобы понимание, как она вся система работает. Теперь митсва, нер-митсва, то есть, какие есть митсвот. Десять, вот мы хорошо же знаем. Первых десять митсвот, поверевающих заповедей. Первая заповедь, верить, что есть Бог. Вторая заповедь, верить, что Он один. Третья заповедь, любить Его. Четвертая заповедь, бояться Его. Пятая заповедь, освещать имя Бога публично. Шестая заповедь, идти по Его путям, быть добрым, честным, справедливым. Седьмая заповедь, это цицит. Восьмая заповедь, это тхилин на руку. Девятая заповедь – Фелид на лоб, и десятая заповедь – Мезуза. Значит, теперь дальше идем, да? Одиннадцатая заповедь – это как раз мы ее проучили, «Криат Шма», «Читать Шма Исраэль утром и вечером». Мы ее уже проучили как раз, тоже можно пропустить. Двенадцатая заповедь – А, двенадцатая заповедь – Мезуза. А что же было тогда, я пропустил, Цицит, десятая. Я перепутал, значит, я сказал, что седьмая заповедь – это Цицит, а Цицит – это десятая. А седьмая заповедь – это молиться, каждый день же молиться надо еще. То есть молиться Богу, именно просить Его и благодарить – это седьмая заповедь. Теперь одиннадцатая заповедь – это «Читать Шма Исраэль», двенадцатая заповедь – это Мезуза. Тринадцатая заповедь – это «Благословлять Беркат Амазон после еды». Когда покушал с хлебом, нужно сказать «после еды», специальная молитва «Беркат Амазон, благословение еды». Значит, написано в книге Дворим «Вэахальта, вэсавата, уберахта, эташем, элэкэф». «И будешь ты кушать», написано, «и насыщаться, и благословлять Бога Всесильного твоего». Это заповедь, повелевающая из Торы. Футори нужно благословлять, если насытился. То есть поел хорошо с хлебом и должен благословить. Мудрецы сказали, что даже если ты съел просто кусочек хлеба, как маслина, ты все равно уже должен благословлять Беркат Амазон. Почему они так сказали? Очень просто. Ну, то есть, если человек сидит, он поел. Беркат Амазон – это длинная молитва такая. Это там, ну, полностью где-то 6 куплетов. Ну, 2-3 минуты. Но я даже знаю, среди современных религиозных людей, когда есть возможность покушать с хлебом или без хлеба, то часто выбирают без хлеба, чтобы не говорить «Беркат Амазон». Потому что, ну, там еще потом сказать «Беркат Амазон», я лучше поем без хлеба. Так, мудрецы, а когда была возможность поесть с хлебом и сказать, что я не насытился, ну, там, насытился, ну, еще бы съел бы пару буханок, да, все, «Беркат Амазон» не читаю. Так, мудрецы сказали, нет, уже поел с хлебом. Даже если чуть-чуть поел, значит, читай «Беркат Амазон». Есть вообще по отношению к молитве «Беркат Амазон», есть известный спор между Шамаем и Еленем. Было 2 школы таких академических. И спор у них был такой, если покушал с хлебом, но забыл благословить и ушел, и вспомнил об этом, должен вернуться или не должен вернуться, чтобы благословить. То есть, вообще, по-правильному надо благословлять там, где кушал. Но он уже отошел. Надо возвращаться или не надо? У них был спор. Вот, как вы думаете? Скушай еще что-нибудь и благослови. Вот, значит, это как бы простое решение, скушай еще что-то, где вспомнил и благослови. Но вопрос задается чуть по-другому. А если ты кушал на башне высокой, вообще на высокой башне, и у тебя ничего с собой нету, и ты спустился, должен подняться, чтобы благословить обратно или нет? Значит, Шамай говорит, должен. Ты там кушал, ты поел. Значит, ты должен Бога благословить, сказать спасибо. И он приводит доказательства. Он говорит, смотри, если бы ты там кошелек забыл, ты бы вернулся? Кошелек, если бы забыл, вернулся бы. Конечно, вернулся. Значит, почему нести удар? Это логика. Гелель говорит, это другое дело. Тора, она не для того, чтобы человека сильно утруждать. Ну, как бы, поэтому Гелель сказал, где вспомнил, там и прочитай. Закон, как Гелель. То есть, по школе Гелеля, да. Закон, как Гелель, поэтому, где вспомнил, там и должен прочитать. Значит, А перед едой нужно благословить по принципу кальва-хомера, это тем более. То есть, если, когда ты сыт, ты благословляешь. Так, когда ты голоден, ты тем более должен благословить. То есть, есть благословение специально перед хлебом, что благословен тому, который выращивает хлеб из земли. И после идет такой длинный биркат Амазон. Значит, благословлять должны мужчины. А женщины, есть сомнения, должны ли они благословлять по торе. Ну, то есть, заповеди стороны не распространяются или нет. То есть, по мудрецам точно должны. По торе есть сомнения. Или должны, или не должны. Но если уже благословляют, ничего страшного. То есть, беда нет. Вот. И чуть-чуть давайте одну какую-то вещь из мишли. Выучим. И Дерехаим, путь к жизни, это тохихот мусар, это исправление себя. Значит, давайте какое-то такое полезное. Ну, вот, например, да? Написано так. Это глава 28, пятая, пятый посуд. Написано так. Значит, злодеи, они не поймут, когда идет суд. Умывакшей ашем, а те, кто ищет Бога, то есть, стремятся к Богу, явину код. Они поймут все. Значит, что имеется в виду? Злодеи не поймут мишпад. Вот когда, например, есть неприятность какая-то, да? У того же, ну вот, там, возьмем Янукович. У него неприятность. То есть, у него серьезная неприятность. Но у злодея есть такое качество, что он, когда у него неприятность, он не понимает, что это его ответственность. Он ищет виноватых. Он объясняет, что это те, там, неправильно, это случайно, это... То есть, он не понимает, что это все рука Бога, что это следствие его неправильных действий, которые, в принципе, он давным-давно заслужил. То есть, я... ну, для меня было вообще смешно, как может жить страна, которая есть, вот полностью по телевизору показывает, значит, президент получил 2 миллиона долларов за рукопись книги, которая нет. Вот документы он получил, 2 миллиона долларов, помните вы, это еще год назад было. Но если бы в любой стране была бы такая ситуация, там, ну, в любой стране мира цивилизованная, тут же бы не было бы ни президента, было бы там, ну, то есть, как? Это все противозаконно. Тишина. Тишина, значит, книга. Он, кстати, был самый плодовитый автор. Мы не только за эту книгу говорили, что... Два, да. Да, и один говорит, что, ребята, вы хоть знаете, вы тут одного видели? Нет, нет. Так вот. Злодеи, они не поймут, когда происходит суд, они не поймут, что это суд именно, что это суд от Бога. Умывакшей ашемьевинуколь. А те, кто ищет Бога, они видят во всем руку Бога, и они даже, когда происходит какая-то неприятность с кем-то, они видят и понимают, что Бог управляет миром. То есть, это такая вот интересная... Он нам дал совет. Дальше. Очень... Сейчас, как это интересно. Значит... Сейчас... Значит, интересно, тут вот про семейные отношения он упоминает тоже. Он часто там и про семейные говорят. Он говорит так, что дождь, он приносит неприятность только в дождливый день. То есть есть дождь, есть... Ну, в дождливые дни он приносит неприятность. Раньше же дома были такие, ну, раньше строили не так, как сейчас, в те времена, 3000 лет назад. Были каменные окладки, там были щели какие-то, ну, то есть было очень... Протекало. И он говорит, что капает только в дождливый дождь. А жена, которая сварливая, она все время с тобой. То есть она все время найдет, за что тебе перекопаться. И в дождливый день, и не в дождливый день. То есть ей не важно, как бы... Вот так вот он говорит, интересно. Дальше он пишет, интересно. Борзель бы борзель яхот. Значит, железо точится железом. Это он продолжает. Железо точится железом. Но, говорит, человек, он оттачивается через общение с ближним. То есть здесь тоже есть другой подход, что когда у человека есть, ну, на него какая-то претензия от другого человека, или вообще любая коммуникация, то в этой коммуникации рождается что-то новое. Ну, то есть, если у него жена такая, ну, строгая, то он может отточиться. Отточиться. Это был... Сократ, по-моему, говорил. Сократ, по-моему, говорил, что если человеку повезло, ну, повезло, у него жена есть добрая, а если она не добрая, то тогда он станет философом. А есть еще интересная история, когда, значит, один тоже, его жена все время, ну, пилила, пилила, пилила. И он пришел к раввину, говорит, я, ну, вообще не выдерживаю. А он ему говорит, ты понимаешь, говорит, смотри, тебе очень повезло, потому что если у тебя жена сварливая, то у тебя ад уже здесь. И ты потом сразу попадаешь в рай, то есть ты вообще, как бы, здесь вынес все муки. Он счастливо такой береновик приходит домой, жене рассказал. И она со следующего дня с золота вообще, вообще его не пилят ничего. И он проходит день, второй, он мне говорит, что с тобой случилось? Она ему говорит, она говорит, ты что, хочешь на моем горбу в рай въехать? Я говорю, я тебе не дам на своем горбу в рай въехать, так что, говорит, я буду в хорошем тебе, чтобы ты только в рай не попал. Да, такое бывает тоже. Ну, и дальше он говорит, что еще есть такой эффект, что не могила, он говорит, могила, она не насыщается, да? Значит, он пишет так, что могила, и дином, и ад, они не насыщаются, к ним все время приходят люди, все время приходят люди. То есть, ну, люди умирают, представьте, сейчас 7 миллиардов человек, там через 70 лет все умрут. И ад тоже, то есть, зло будет всегда. Он говорит, могила, смерть и зло будет всегда, не насыщаются. Говорит, и так же, так же он говорит, глаз человека тоже не насыщается богатством и вожделениями. То есть, сколько бы ни было у человека, его глаз, он так систему устроена, что он хочет еще, еще и еще. Почему он это связывает в одном, по сути, наверное, есть в этом какая-то связь, между тем, что как раз, как раз, наверное, вот это вот вожделение, оно и приводит человека к смерти и к диному, к аду. Потому что все, кто там делают преступления, они это делают, чтобы удовлетворить свое вожделение, то, что они хотят. То есть, если бы у них не было вожделения, они бы не делали бы преступления. В принципе, все вот это стремление к власти, это все, это все как раз и так насыщается. Вот, например, что мало, Россия сама, одна шестая час суши, зачем им еще? Зачем? Ну, реально, зачем? Не зачем? Зачем было Януковичу столько денег? Для чего? Но глаз никогда не насыщается, и поэтому могила никогда не насыщается, яд никогда не насыщается. И вы, человек, который видел, ему показали рай и аз, и он говорит, слова, которые он услышал в аду, гава-гава. Гав-гава. Как это переводится? Гава, наверное, гордость. Нет, гав-гава. А, ав-ав, дай-дай. Ав это дай. Да. Дай, дай. Спасибо. Гав-гава. 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 Гав-гава.